Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Донне Кабе, которая вчера практически бежала с прямого эфира, чуть ли не в слезах, причитая и подумывая о том, чтобы снова закрыть свой канал. Да, вчерашний прямой эфир оказался разочарованием для Донни Кабе. Вместо 200-300 долларов, на которые она рассчитывала, Донни рассчитывала на то, что заработает 200-300 долларов на вчерашнем эфире, ей прислали унизительный, оскорбительный, просто какой-то издевательский донат в 2 доллара с припиской. 2 доллара твоя цена в базарный день. И больше Донни ничего не заработала. А Донни срочно нужны деньги. Позарез Донни нужны деньги. А именно сумма в размере 675 долларов. Для того, чтобы заплатить за визу Селимона. Опять, говорит Донни, я что-то напортачила. Я так подвела Селима. Мне его так жалко. Так жалко, что я там опять начудила. Опять что-то я там натворила. И я готова вам об этом рассказать открыто. За донат в 200 долларов. Пришлите мне донат в 200 долларов. И я вам такое сейчас расскажу. Ну, а без доната, как говорится, извиняйте. Это семейные дела. Это очень частная, приватная информация. Поэтому без доната я, конечно же, не могу распространяться на эту тему. Короче, Донни снова держит своих подписчиков и зрителей за лохов. Снова пытается раскрутить всех нас на бабки. Снова там что-то выдумывает, придумывает. Раньше, говорит Донни, я могла бы оплатить эту визу энное количество раз. У меня была такая возможность. Но я упустила ее. Когда у меня были деньги на руках, мне то одну надо, то другое. А вот сейчас ни у меня, ни у Селимчика нет ни копейки денег, говорит Донни. А за визу платить надо. Ей там, конечно, написали, мол, как так у мужа нет денег. Вы же сказали, что он работает, не покладая рук. Вы же сказали, что сейчас в измере такой наплыв интербабушек, что Селиму продохнуть невозможно. У него нет свободного момента. Он пашет и пашет. Пашет и пашет. У него должны быть хорошие чаевые. У него должны быть хорошие заработки сейчас. Ну, вы понимаете, Донни всегда выгораживает своего молодого мужа. Мол, во-первых, он содержит, естественно, всю араву там, семейку свою. Во-вторых, он ходит на очень дорогие курсы. Он ходит на курсы английского языка. Очень дорогие курсы. И ходит на курсы IT. Курсы по программированию тоже очень дорогие курсы. Поэтому он не может сейчас себе ничего позволить. Он не может выделить ни копейки на свою же визу. Нет, нет, нет. А я вот думаю, зачем нужны эти курсы английского? У тебя жена американка. Говори с ней по-английски. Это первое. Во-вторых, в наше-то время зачем ходить на какие-то курсы, где у доски преподает выпускник местного какого-то инфака, объясняя, как склонять существительные, как спрягать глаголы. И в наше-то время столько бесплатных ресурсов, а уж по английскому языку, тем более, если у тебя нет денег, если ты не можешь себе позволить какие-то очень дорогие курсы. Тебе же не сертификат нужен, не диплом. Тебе нужно просто обучиться простым разговорным фразам с правильным порядком слов, чтобы не говорить «mino old» в следующий раз. Ну, тут еще и Доня со своими курсами. Доня тоже поступила на курсы. Любят они эти курсы. И Селимка, и Доня, и Доня поступила на курсы. Сдала какой-то тест онлайн и получила кредит беспроцентный. Ей выделили беспроцентный кредит на курсы. По-моему, сначала нужно внести тысячу, а потом по пятьсот каждый месяц. И Доня не хочет бросать эти курсы. Поэтому она вышла в эфир с надеждой, что мы ей поможем, что мы купим у нее ее любимые украшения. Да, Доня, скрипя сердце, все-таки решила расстаться со своими любимыми украшениями. Все блестит, все сверкает. Ну, в основном, конечно, это стекляшки. И нужно стоять так, чтобы лучи солнца падали на ожерелье из этого разноцветного стекла. Но как это блестит, как это все красиво. И именно сейчас, именно сегодня вам предоставляется уникальная возможность приобщиться к прекрасному. Чего только стоит украшение в стиле Боха. От известного дизайнера, не то московского, не то бельгийского, но купленное в очень дорогом бутике в Москве. Имени дизайнера Доня не помнит. Сертификата нет. Чека нет. Пробы не видно. Ну, это такие мелочи. Чего вы привязались к этому сертификату? Доня покупала все это для себя. Ну, красиво же? Красиво. Блестит? Блестит. Чего вам еще надо? Чего вы привязались к этому сертификату? Прозоралась Доня. Зачем вам нужны эти чеки? Я не собираюсь заниматься этой нудятиной. Что за глупости? Я брала все для себя и никогда ничего не сохраняю. Ни сертификаты, ни чеки. Не сохраняла, не сохраняю, сохранять не буду. Поэтому отстаньте от меня. Я показываю вам красоту. Я показываю вам прелести. Чего только стоит-то пластмассовое украшение, в котором Доня кривлялась на OnlyFans. Это украшение у Дони имеется в двух экземплярах. Ну, правильно, Доне же нужно часто переодеваться на камеру. Поэтому она все берет в двух вариантах. Так вот, у нее есть вариант цвета морской волны. Один раз одеванный, слегка пропитанный потом. Есть второй экземпляр, который Доня еще не успела надеть. Покупайте, берите. Доню там, правда, написали, мол, что вы тут трясете у нас перед носом этой пластмассы, этими пластмассовыми украшениями. Да их продают мешками. Мешок за два доллара. Доню, конечно, бомбануло. Доня стала орать. Засуньте свою критику куда подальше. Это мое дело. Это мои любимые украшения. Поэтому я продаю их за столько, за сколько хочу. Мне ваша критика нафиг не сдалась. Досталось, конечно, и Саше в белых штанах. Мол, что ты лезешь? Сиди, не дергайся. Саша раскритиковал Доню за жемчуга. Дело в том, что у Дони помимо пластмассы, помимо стекляшек, есть еще очень дорогие жемчуга, которые она в свое время покупала на Тенерифе. В свое время, лет 15 назад, 15-20 назад, Доня купила жемчужное ожерелье за 200 евро. А сейчас она его продает за 300, с учетом инфляции и с учетом того, что жемчуг сейчас вырос в цене вообще по всему миру. Доня отдает ожерелье. За 300 баксов налетай, а то расхватают. Берите жемчуга, пока Доня сговорчивая. В общем, короче говоря, Доня раскрыла свои сундуки, а там ведь еще заварялись и часики. Пластмассовые часики ГЕС. По-моему, синеватого такого цвета. Новые, вот просто как новенькие. 91-го года, 1991-го года, то есть прошлого столетия. Доня сохранила эти часики, тоже покупала где-то за границей. Готова сейчас отдать по договорной цене в хорошие руки. Пошлет в Россию, пошлет в любую точку страны и мира. Кстати говоря, в Россию пересылка всего 20 баксов, говорит Доня. Все прекрасно доходит. Сначала она посылает все своей семье, а те потом рассылают по России. В общем, короче говоря, вторая Ольга Брендовна какая-то нарисовалась. Не знаю, занимается ли сейчас Ольга Брендовна пересылкой своего тряпья тоже вот так вот по всему миру. Но вот Доня, видимо, насмотрелась и тоже решила таким же образом начать торговать на диване. Кстати, про аукцион. Доня же сначала объявила аукцион. У нее же там еще золотишко припасено. Золотишком она не стала трясти на камеру, но сказала, что вы можете к ней обращаться, написав имейл. И тогда она сможет вам тоже продать какие-то золотые украшения. То, что подарил ей молодой муж, конечно же, Доня не будет продавать. Подарки от брата Доня тоже трогать не будет. А то золотишко, которое у нее есть свое, она готова продать. Но Доня была вынуждена убрать слово аукцион из названия стрима. Дело в том, что у Доньи появились недоброжелатели. Ну, они у нее всегда были, а тут они активизировались. И пригрозили Донье пожаловаться на нее в YouTube. Мол, такая-то блогерша сидит и торгует, пользуясь вашей платформой. То есть денежки проходят мимо YouTube. И Доня перепугалась, Доня переполошилась, убрала слово аукцион из названия. Плюс Доня опять придумала какую-то схему в связи с доставкой этих украшений. Если вы из Европы, то Доня предлагает вам купить эти украшения с Etsy. То есть вы договариваетесь о цене. Доня быстренько размещает эти украшения на Etsy за какие-то копейки символически. Вы там их покупаете, и тогда доставка идет через Etsy. То есть Доня тут же все распечатает, наклейку, адрес. И главное, пошлет все мгновенно. Потому что у нее во дворе, прямо перед зданием, в котором она проживает, есть почтовый ящик. Ей не нужно ехать на почту, ей не нужно далеко никуда телепать. Она выползет из коморки, бросит тут же конверт в почтовый ящик, и он пойдет в Европу. То есть Доня все уже предусмотрела. Но, к сожалению, что-то пошло не так. Народ не набросился на эти украшения. Народ ничего не купил, народ ничего не прислал. И это при условии, что Доня предоставила разные варианты возможности поддержки ее. То есть вы могли ее поддержать, купив украшения за двадцатку, за тридцатку, за пятьдесят, шестьдесят баксов. А могли бы прислать ей большой щедрый донат. И тогда за эти деньги, например, если вы ей прислали двести долларов, а именно на этой сумме настаивала Доня, если вы присылаете двести долларов, Доня в подарок вам присылает украшение, видимо, одно из тех ожерельей, которым она трясла. И в придачу рассказывает вам, ну и нам всем заодно, что же там стряслось с этой визой. Почему что-то пошло не так. Что там она опять начудила. Что она портачила. Почему она чувствует себя виноватой. Я так провинилась перед Селимоном, говорит Доня. Он так расстроился. Он чуть ли не плачет. Я его подвела. Я должна исправить эту ситуацию. И вы мне в этом поможете. Берите украшение. Украшение берите. Причем это же не просто какие-то стекляшки и какая-то пластмасса. У каждого этого украшения своя история. И Доня, ребят, каждое отдельное изделие в ручонках рассказывала нам о том, как она, шарашась по местам боевой славы в Европе в 90-е, тоже что ли на консумацию ездила. Сейчас стали вот так на Ютубе появляться женщины, которые уже в возрасте рассказывают, как они тогда в 90-е, в начале 2000-х приезжали всеми правдами и неправдами за границу и занимались консумацией. Шатались по барам, по каким-то сомнительным. Короче говоря, Доня тоже. Прошлась вихрем по Европам, в Париже была, в Муленруш ходила, в районе Пегаль вечером гуляла, постукивая полусапожками на каблучках и подметая паперть белым пальто, где на нее и запал тот самый француз, с которым у нее случился очень скоротечный роман. Очень короткий роман. Ну, вопрос нескольких часов. Но Доня никак не может этот роман забыть и все мечтает вернуться снова в Париж, но в этот раз уже со своим молодым мужем, на визу которого она и пытается сейчас по сусекам поскрести, по мусекам помести, может быть, где-нибудь и соберет сумму 675 долларов. Но и это еще не все. Там был и Тенерифе, там была и Майорка, где только Доня не была, и отовсюду привозила аксессуары в виде ожерелья, часов, бусиков. Причем очень часто Доне не хватало денег на эти покупки. Она занимала у подруг, у друзей, покупала все это красивое и блестящее, привозила в Москву, а потом уже в Москве отдавала долг своим коллегам, своим друзьям. Уже тогда Доня была мотовкой, не могла удержаться перед блестящими стекляшками. Ну вот такая вот грустная история, а теперь Доня сидит, еле умещается в экран, Доня очень поправилась, Доня пыталась примерить там какое-то ожерелье очередное, но не застегивается и все, да, говорит Доня, я поправилась. Когда-то на мне это ожерелье болталось, а теперь не застегивается, ну никак вот обхват вокруг шеи не получается, не застегивается, не дотягивается впритык, просто Доня себя душит этим ожерельем. Короче говоря, Доня, конечно, разъелась. Жрет как не в себя, каждый день ей доставляют из магазинов мешками продукты питания, а ведь нам обещали то, что Доня начнет худеть. Я понимаю, у нее уважительная причина, она еле двигается, она пока еще не бегает, не летает, но скоро забегает и полетит. Тем не менее, Доня нам обещала, что как только она прооперируется, она начнет соблюдать режим дня, она будет следить за тем, что она ест, как она ест, она не будет обжираться. Так и вчера, например, убегая с прямого эфира, чуть ли не в слезах, она сказала, вы плохие зрители, неблагодарные вы зрители, никакой от вас отдачи, и вообще я что-то так проголодалась, что-то так есть хочется, сейчас пойду поем, я сегодня мало ела. В общем, короче говоря, Доня пойдет заедать стресс. Ну а все от того, что плохие зрители, а на самом деле все от того, что никудышный муж, который сидит вечно с протянутой рукой, которому все время что-то нужно, вот откуда стресс, а не от того, что у тебя зрители не хотят покупать твое старье, твой хлам, которому в базарный день цена 1 рубль от силы, и то не каждый отдаст. Все это пропитано потом, все уже давно перелапано, перещупано, уже морально устарел этот дизайн, ну кому это надо, какие 30 баксов, какие 50-60 баксов, Доня, ты вообще из какой планеты прилетела? Ну конечно, все это очень грустно, очень грустно смотреть на это зрелище. И вообще, с чего это Доня взяла, что кто-то решит заплатить 200 баксов за то, чтобы узнать, что же там произошло у этих очень важных особ, у вышедшей в тираж и выброшенной на обочину жизни старушенции, которая вечно сидит и ноет и уже скоро лопнет от обжорства, и у мерзкого осла, и шака, альфонса и жигола, который вообще собой не представляет никакого интереса. Жрет-срет, развлекает интербабушек, залетных, качает из Доньи денег, ну Донья сосет из родни, перекачивает их Селимону. В общем, неприятная во всех отношениях компашка, неприятные люди, о которых даже и говорить-то неприятно, подташнивает, правда? Лишний раз не хочется думать. В общем, короче, никакого просвета у Дони никто ничего не купил, все-таки люди еще не совсем выжили из ума, это радует. Ну а если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному и по всему тому, что вы вчера увидели, могли лицезреть на канале у самой Дони, пожалуйста, пишите, делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю все ваши комментарии, благодарю всех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайки, мне очень приятно. Надеюсь, что у вас все хорошо, будьте здоровы, берегите себя, ну и естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok